Село Прибрежное расположено в пяти минутах езды от Затоки в десяти от Шаба. Здесь уже больше года проживает с мужем и пятимесячной Настей Надежда Сальникова. В Прибрежном семья построила дом, а занимается сельским хозяйством. В Шаба Сальниковы практически не бывают. В дом по улице Кооперативной Надежда с маленьким ребенком приехала на полчаса по нашей просьбе. Женщина подтверждает, что сельсовет обещанную компенсацию не перечислил, но выпрашивать эти деньги семья не будет и не хочет. У нас был разговор с Сергеем Сергеевичем Чернокульским в телефонном режиме. Он сказал, что он не знал об этой статье, не знал за эту помощь. Ну и я не знала, что он не знает, и получилось, мы ничего не получили. Выборы прошли, в селе Шаба власть поменялась. Вас не забудут деньги, которые обещали? Ну, я не знаю, мы на них не рассчитываем. Просто некоторые говорят, что мы свои, некоторые депутаты, что мы спекулируем своей утратой. Дом на Кооперативной был восстановлен за два месяца. Строителям даже обеспечивали круглосуточную подачу воды. При том, что в самом Белгороднестровском районе это большая проблема. После пожара в микрорайоне заменили даже линии электропередач. Если вы видите, в этом микрорайоне поменяли все электропровода. Были алюминиевые, была очень большая потеря электроэнергии, было очень низкое напряжение. Были скачки напряжения, и поэтому произошло возгорание электроприборов и произошел пожар. Первые недели после пожара к Надежде Сальниковой были вопросы со стороны правоохранителей. Но все обвинения с матери, потерявшей в огне шестерых детей, были сняты. Были вопросы о нахождении Нади здесь или не нахождении. Потом эти точки и расставили. С нее абсолютно вся вина снята, и милиция закрыла то уголовное дело, которое они пытались открыть. У милиции вопросов потом не возникало по поводу Нади. Были разговоры о том, что ее не было? Вы же знаете, на роток не накинешь платок, поэтому всякие мнения были. Сейчас семья Сальниковых не только ставит на ноги маленькую Настю, но и пытается помочь старшей дочери, у которой нет своего жилья. Возможно, эту проблему удастся решить после продажи отремонтированного дома в Шаба. Другой вопрос – кто захочет сюда въехать? Старший брат помогает, младший помогает, свою кровь помогает. Мы хотим или продать, или сделать обмен, купить старшей дочке отдельное жилье. Так как никто не... Получилось, мы думали, что будем жить, но... Мы поняли, что... Не можем забыть эту трагедию. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал «Репортер».